Всем привет! Добро пожаловать на канал Перекотина. С вами я, Перекотина Настя, и это видео-обзор моих последних покупок на таких маркетплейсах, как Озон, Вайлдберрис, Золотого Яблока. Надеюсь, что вам понравится это видео, а также оно будет для вас полезным. А вы, пожалуйста, поставьте подниму лайк, подпишитесь на канал, ну а я не буду затягивать, полетели. Как, возможно, некоторые из вас знают, я не так давно вернулась из Мексики, где я прожила почти полтора года, а еще до этого год жила в разных странах, и в России я нахожусь меньше трех месяцев. Поэтому, как только я приехала, я, конечно же, как ненормальная накинулась на все эти маркетплейсы. Да, у нас там в Мексике был Амазон, Mercado Libre и всякое такое, но ассортимент ваших Озонов и Вайлдберрис, он просто несравним с мексиканским Амазоном. Поэтому, как только я приехала сюда, я начала просто судорожно все подряд скупать, и сейчас покажу одни из самых моих таких ярких покупок. А если вам понравится такой формат, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, и я покажу какие-то другие свои покупки на маркетплейсах, потому что все то, что вы видите здесь, это далеко не все покупки. А если какие-то товары из этого видео вас заинтересуют, то все ссылки на них я оставлю в описании к этому видео. Начнем мы с вами, пожалуй, с таких крупных покупок, как техника. Техники я покупаю вообще немало, периодически обновляю что-то для съемок, и начать хочу с петлички, которые сейчас на мне, с микрофона. Я приобрела ее на Озоне, вот так вот выглядит кейс. Там находятся две петлички и модуль, который подключается к вашей камере или телефону. Этот кейс находился вот в такой вот сумочке, там лежат всякие прибамбасы вроде провода, ветрополушителя, ветро... Вы поняли, защита от ветра, ветрозащиты, точно. Таких тоже две штучки на два микрофона, всякие дополнительные проводочки, чтобы подключать эту петличку к камере, к телефону. Эту петличку я взяла довольно выгодно, когда я еще была в Мексике, я обратила на нее внимание. Это была такая достойная альтернатива классным микрофонам вроде DJI и Rode, просто более бюджетная. Она, кажется, стоила порядка 14 тысяч рублей, но как только я приехала сюда и зашла на Озон, я увидела, что эта петличка стоит уже 10 тысяч рублей, ну и результат не заставила себя ждать. Я тут же ее заказала, единственное, что я не могла определиться с цветом. Я понимаю, что петличка должна быть черного цвета, учитывая, что ветрозащита, она тоже только черного цвета, хотя эта петличка, вот именно от этой марки, Holy Land, она есть еще в розовом, кажется, голубом, фисташковом цветах, могу ошибаться. Но на Marketplace я нашла только в белом и черном цвете. Я подумала, что да, будет странно, если я буду в ней такой белой, с белым пятном, и еще и в черной ветрозащите. Лучше, чтобы все было, конечно же, по цвету. Я просто не смогла устоять, я понимаю, что если бы там была розовая петличка, наверное, я бы купила розовую, просто по приколу, просто потому что мне нравится. Ну кто сказал, что она обязательно должна быть черная? Я же не какой-то там интервьюер, я просто, да, какой-то лайфстайл-блогер, поэтому я решила порадовать себя той петличкой, которая мне больше всего понравилась. Плюс на петличке черного цвета, почему я говорю петличек, на микрофоне черного цвета очень сильно выделяется логотип Holy Land, а на белой не так сильно заметно, она такого серебряного цвета, поэтому это мне нравится намного больше. Вот такая классная покупка. И вторая покупка из техники, это свет для съемок, он прямо сейчас светит на меня. Мне очень нравится то, что я приобрела. Я взяла его, кажется, на Wildberries, вроде, да, за порядка 2000 рублей, мне кажется, довольно мало. Выбирала между таким еще, знаете, большим и мягким. Для понимания я, наверное, просто приложу вам фотографию того света, который я рассматривала, купила в итоге вот такой и ни разу не пожалела, мне очень нравится, вполне нормально светит на лицо. Можно на нем регулировать степень яркости света, а также менять цвет от самого холодного к самому теплому. Я настраиваю примерно такие срединные параметры, и вот мне очень нравится результат для первого такого настоящего большого света, мне кажется, вообще супер. До этого я пользовалась какими-то маленькими портативными, они не сильно светили на лицо, и чаще всего я снимала видео просто с естественным светом. А вот с такой позиции я могу теперь разнообразить свои видео, и как сейчас, в дождь, ливень и темень на улице, я могу снимать видео. И третья позиция из техники, это тоже свет. Вы уже, наверное, видели или слышали про закатную лампу, о ней часто говорят все, кто занимается видеосъемкой. И я не удержалась, тоже купила себе такую закатную лампу, она сейчас вот справа светит на шкаф. Там тоже можно менять цвета, они там желтые, красные, фиолетовые, синие, вообще все что угодно. Есть специальный пультик, очень удобно. Она обошлась, мне кажется, в 400 рублей, это прям вообще очень мало. Я думаю, что можно еще купить одну или даже две, чтобы с разных сторон ставить разный свет, и была такая более объемная картинка. И эти три позиции, они касаются только съемок. Еще есть четвертая позиция из техники, о ней я мечтала довольно давно. Это вот такая вот странная штучка, не знаю, какие у вас там возникают ассоциации, но это массажер для лица. Он выглядит вот таким образом, а сверху такая металлическая часть, которой нужно водить по своему лицу. Они есть в каких-то разных видах, но я купила вот такую, просто по отзывам выбирала. Она помогает подтянуть лицо, создает ему лифтинг эффект. Также там есть микротоки и LED-лампа. Здесь все режимы переключаются довольно легко. Вот красный свет, потом синий свет и микротоки. Здесь можно регулировать степень этих микротоков. Единственное, что его нужно обязательно использовать с проводником, каким-то очень-очень сильно жирным гелем. Поэтому потихонечку будем переходить к косметике. Вот такой гель я себе приобрела для этого аппарата. Он от бренда Mezomatrix. Стоит тоже порядка, не знаю, 600, кажется, рублей. И это обычный гель без каких-то чудо-свойств. Хотя люди писали, что после него лицо такое гладкое, мягкое, брахотистое, увлажненное. Да, там в составе есть какие-то полезные ингредиенты. Но в целом я ничего такого не жду. Мне нужен был просто гель-проводник. Результаты пока сильно не вижу. Но очень приятно, знаете, как вот в качестве бьюти-рутины. Немножко поводить по лицу. Почувствовать себя такой более подтянутой. Но я просто не очень часто им пользуюсь. Не очень регулярно. Поэтому не могу оценить по достоинству. Но надо это исправлять. И почаще им пользоваться, чтобы уже оценить реальный эффект от этого аппарата. И далее, раз уж мы перешли с вами к косметике. Перейдем к такой, не знаю, душевой группе. Первую вещь, которую хочу показать, это пена для ванны. Господи, как я скучала по ванной. Вы не представляете, в скольких странах я не была за последние три года. Кочевала, по-моему, только в одной стране, в одной вилле была ванна. Все остальное это были душевые кабины. Я помню, как я постоянно лежала в этой ванной. Набирала себе ее полностью и заполняла пеной так, чтобы все это прям выпадало из ванны. Это такой кайф. Меня вообще очень успокаивает такой процесс. Я иногда ложусь в ванну не потому, что мне нужно помыться, а просто чтобы как-то успокоиться, классно провести время, какие-то масочки приносить. В общем, тоже такая бьюти-рутина. Я заказала вот такую пену для ванны. Выбирала больше по банке, если честно. Ну, блин, вот я визуал и люблю всю вот эту вот эстетическую картинку. Поэтому, если какое-то средство, оно прям совсем слишком яркое, разноцветное, то я 10 раз подумаю перед покупкой, потому что упаковка для меня очень важна. Вот по этой баночке я выбирала этот гель для душа. Также почитала о запахе. Здесь он с кокосом и миндальным молоком. Пахнет, кстати, очень прикольно. Довольно бюджетная штука. И для бюджетной пены для ванны запах очень даже классный. Эта вещь просто превзошла все мои ожидания. Вот эта пена для ванны уже, кстати, на донышке у меня осталась. Очень советую. Лично мне она очень нравится. И, наверное, я куплю даже вторую банку. Второй продукт из моей ванны — это вот такой вот шампунь от L'Oreal. Я его видела еще в золотом яблоке, но на Озоне была самая приятная цена, поэтому я заказала там. Тоже были потрясающие отзывы об этом шампуне. Но, если честно, такое ощущение, что он мне не очень подходит. Ну, типа, никаких суперсвойств я не чувствую. Супервлажнение тоже не чувствую. Может быть, просто нужно купить какую-то другую серию. Я взяла ее чисто по отзывам, решила, ну, попробую этот, а потом, если что, какой-то другой и от этой же марки. Ну, в общем, не знаю. Купила еще большую банку, а там, по-моему, были поменьше, насколько я помню. Короче, Хозе. Но пока пользуюсь в целом, знаете, лучше, чем мой шампунь от L'Elobo. Он, конечно, шикарно пахнет, но он вообще как будто не промывает мою голову. Волосы после него невозможно расчесать. Это даже лучше, чем мой шампунь от L'Elobo. Как ни странно. Второй шампунь, с которым я хочу вас познакомить, это шампунь для моей собачки. У меня есть собака, и ее нужно иногда мыть. Порой я вожу ее в спа, собачий спа, но чаще всего нужно ее мыть самостоятельно. И вообще, чтобы как-то лапки лучше прочищались после прогулки, я использую шампунь, просто немножко выдавливаю и мою ей чисто лапы. Мне очень важно было, чтобы он был какой-то гипоаллергенный, чтобы не было сильных отдушек, потому что для животных это очень вредно. Я изучила столько продуктов, столько отзывов. У него было хорошее отношение цены и качества. Тоже купила совсем не задорого. Мне очень нравится, и запах тоже нравится. Он хоть и есть, но он такой легкий, ненавязчивый. И собака потом очень приятно пахнет просто какой-то свежестью. Я, наверное, вторую банку тоже куплю. У него какой-то минимальный расход, а ей уже, вот, получается, два с лишним месяца. Я как приехала сразу купила, и тут, по-моему, еще больше половины. Прям очень тяжелая баночка. Мне вот это очень нравится. И еще одна вещь, о которой я думала вообще показывать вам или нет, но мне кажется, это полезная штука. Вот такой гель для интимной гигиены. Возможно, кто-то из вас уже знает марку Эпиген. Ой, за границей было довольно тяжело. Так, что-то льется. Извините. За границей было довольно тяжело находить такие подобные продукты гипоаллергенные, без каких-либо отдушек, и ничего лучше, чем Эпиген, я пока еще не нашла. Поэтому, как только я вернулась в Россию, я тут же побежала за этой баночкой. Ну, как побежала? Побежала в пункт выдачи. Он только сильно подорожал. Я помню, что он раньше, три года назад, стоил тысячу рублей. Сейчас он стоит порядка двух тысяч рублей. Но это самый лучший гель для интимной гигиены. Я больше ни на что его не применяю. Если когда-нибудь я еще уеду в эмиграцию, это будет первое, чем я закуплюсь вброк. Далее из косметики. У меня еще вот такое вот массажное масло для ягодиц. Я его использую. Покупала, тоже выбирала по баночке. Очень много таких масел. Они выглядят немного... Ну, вот, блин, ребят, если для вас это не важно, то для меня это важно. Поэтому я буду обращать на это внимание и часто говорить, что я купила что-то из-за баночки. Это масло я купила из-за баночки. Она довольно такая минималистичная, симпатичная. И тут еще было написано антицеллюлитный. Я подумала, а, ну, супер, никогда не помешает. Но кто же знал, что антицеллюлитный, это будет значить, что после этого масла у меня будет гореть жопа. Я серьезно говорю, извините, но единственное, что мне нужно было от этого масла, чтобы на нем хорошо массировалась массажная щетка. Но здесь еще было вот это вот свойство антицеллюлитное масло. И в итоге оно, как мне кажется, с каким-то перцем в составе. Потому что, когда ты мажешь, у тебя начинает просто все гореть, краснеть. Может, я, конечно, сильно стараюсь, я не знаю. Но потом, когда я заканчиваю массаж, у меня горят руки, на них тоже попадает это масло. Ну и жопа, собственно, в прямом смысле горит. Но, наверное, мне нравится этот эффект. Я, не знаю, посмотрю еще со временем, будет ли какой-то результат. В целом у меня нет задачи массажным маслом избавляться от целлюлита. Мне кажется, тебе нужны другие действия, чтобы от него избавляться. Спорт, правильное питание и вот это вот все. А масло вряд ли поможет. И помимо изгнания целлюлита с моих ягодиц, я еще пытаюсь который год отрастить свои волосы. Когда я уезжала в эмиграцию, у меня было очень короткое каре. И один раз я всего лишь постриглась, еще раз укоротила его и поняла, что, кажется, я готова отпускать волосы. И вот уже три года я отпускаю волосы. И посмотрите, вот что у меня за три года. Вот отсюда досюда. По-моему, это не самый хороший результат. У меня очень ломкие секущиеся волосы. Они очень плохо растут. Ладно, опустим лирику. Я приобрела себе вот такое средство для роста волос от марки Аравия. Не знаю, насколько оно помогает. Я им уже пользуюсь порядка двух месяцев. Что-то пока особо результата не вижу. Но опять же, у меня волосы медленно растут. И, по-моему, с момента приезда они стали чуточку длиннее. Возможно, оно мне все же помогает. Я думаю, что еще пару месяцев им попользуюсь. И смогу уже точнее сказать о действии этого средства. И пока меня не было, я услышала новой марки. Вроде как она новая здесь, в России. Это Maskaholic. Ну, для меня она, по крайней мере, новая. И про эту масочку тоже слышала. Видела у блогеров. Решила ее приобрести. У меня в целом давно уже не было никаких глиняных маск. Маск. Масок. И это, наверное, одна из первых. Я не помню, что вообще у меня были такие глиняные маски. Может, парочка когда-то очень давно. Она довольно бюджетная. Я помню, что она стоила порядка тысячи рублей. Каждый раз цена все становилась ниже и ниже. И я взяла ее в итоге за 300 с чем-то. Не знаю, сколько она стоит сейчас. Но я покупала ее точно за 300 рублей. У меня нет никаких к ней претензий. Я тоже многого не жду от глиняных маск. Ее главное свойство — это очищение. Конечно, в некоторые маски добавляют еще какие-то полезные штуки. Но она прекрасно очищает. После нее кожа довольно мягкая. Но в целом я использую очень много уважняющих средств. После масок сразу наношу тонер, сыворотку, крем. То есть закрываю весь этот очищающий этап. А в целом мне нравится. Возможно, даже куплю следующую. Ну или для разнообразия попробую что-то еще. Ну, короче, наверное, советую. И что тут у нас еще из ухода? Тоже думала, показывать или нет. Опять же, посмотрите, какая баночка. Ну просто прелесть. Ну вы гляньте. Это такой крем-воск для сухих пяточек. Больше на мазь, если честно, похоже. Ее нужно наносить... Мазь. Давайте лучше называть крем-воск. Этот крем-воск лучше наносить на 3-4 часа. Некоторые люди в отдых писали, что на ночь наносят на ступни, одевают какой-то пакет либо бахилы. Я надеваю бахилы и ложатся прям спать. Но я спать не ложусь. Это не очень комфортно. Плюс, мне кажется, это может легко слететь. Я как-то просто вот нахожу свободное время. После душа, когда ноги распарены, я наношу вот этот вот крем-воск. Надеваю бахилы, часа 3 хожу. Все очень хорошо впитывается за 3 часа. То есть смывать потом ноги от этого не нужно. Вот. Мне в целом нравится. И запах, кстати, такой прям медовый. По-моему, там в составе есть мед. Короче, очень классная штучка. Очень маленький расход. Я наношу ее буквально там на пару мест. И результат меня вполне устраивает. И, ну, конечно же, как я могла это не купить? Я еще находилась в Мексике, и уже просто все уши мне прожужжали. Про гель для бровей пусси. Я, конечно же, его приобрела. Сейчас я знаю, что уже есть какая-то обновленная формула, которая дольше держится на бровях. Там буквально 2 дня. Ну, я не знаю, нужно 2 дня не умываться, что ли. В общем, у меня такая старая версия. И мне очень нравится. Я вообще довольно редко пользуюсь гелями для бровей. Несмотря на то, что у меня такие довольно густые и большие брови. Но теперь с появлением этой вот штучки я пользуюсь гелем. Мне очень нравится эффект. От него действительно есть эффект ламинирования бровей, как заявлено в рекламе этого продукта. Но это прям пушка. Я не помню, какой у меня вообще когда-либо был последний гель для бровей. По-моему, я их очень часто выкидывала просто за ненадобностью. А вот этим пользуюсь постоянно. И потихоньку будем переходить с вами к декоративной косметике. Полноценный выпуск о декоративной косметике я, наверное, сделаю в отдельном выпуске. Если вы этого хотите, напишите, пожалуйста, в комментариях. Поэтому буквально парочку продуктов вам здесь покажу. Вот такую пудру я заказала на Озоне. Это пудра от бренда Enough, корейский бренд, насколько я помню. У нее очень удобное зеркальце, довольно большое. Вот такая вот штучка-спонжик, чтобы наносить пудру. Сама пудра находится под вот такой защитной стекляшкой. Очень удобно все это брать, наносить зеркальцем, потом закрывать. И вот так это все работает. У нее такой матовый эффект какой-то очень ровной кожи. Я вообще обычно все скупаю для сияния, потому что у нее довольно сухая кожа. Но на съемках я поняла, что иногда свет светит так, что лицо кажется каким-то жирным. Плюс иногда я очень долго, если пишу, то начинается лицо уже немножечко потеть. И вот такая штука мне необходима чисто для съемок. Я не использую ее в обычной жизни, но вот для записи видео мне эта штука очень сильно подходит. Она действительно матирует. Она не покрывает лицо. Она есть такой коркой, иногда вот напудрится. И прям видно, что лицо перепудренное. А вот с этой пудрой такого эффекта нет. Я вообще любитель натуральных эффектов, а макияж без макияжа. Поэтому то, что эта пудра не оставляет каких-то видимых следов, мне очень нравится. Вот такой пудрой, наверное, буду пользоваться долго. А еще я буду пользоваться ей долго, потому что в комплекте идет еще и сменный блок. Поэтому очень, знаете, экономичный расход получается. Главное не нарваться на подделки. Вот эту пудру найти оригинальную оказалось так сложной. Я пересмотрела миллион видео, чтобы понять, какую именно мне заказать, у какого продавца. Надеюсь, что я все же заказала оригинал. И еще один продукт, который пришел мне сегодня, я ходила за ним на почту, потому что он был отправлен мне на зоне международной доставки. Это SPF-крем, который я хотела попробовать, но очень давно. Я пользуюсь вообще SPF-кремом от Beauty of Juson, корейская марка. Его довольно легко купить. А вот этот сложно найти, но я так хотела его попробовать. Он есть в разных сериях. У меня вот Glow Screen, он придает сияние коже. Есть еще, по-моему, невидимый. Не помню уже, как называется. И плюс они сейчас добавляют разные оттенки в этот SPF. То есть ты можешь, например, вот я подумала, для чего мне понадобился бы такой санскрин с тоном. Например, утром я просыпаюсь, мне не нужно краситься, но на пробежку нужно нанести SPF-крем. Потому что я иногда бегаю, и я же не буду там какие-то крема наносить. Я просто просыпаюсь, иду на пробежку, но мало ли под солнцем я могу сгореть. И только SPF я могу нанести. А если я еще нанесу SPF с тоном, то я буду еще прекрасно выглядеть. В общем, не знаю, если когда-нибудь я увижу где-нибудь у нас, чтобы возможно было купить такой SPF с тоном, то я обязательно попробую. Этот вот такой более-менее классический, просто с эффектом сияния, мне довольно понравился. Я сегодня только им воспользовалась первый раз. Хорошо лег. Здесь единственный SPF 40, а тот, которым я пользуюсь обычно, он SPF 50. Но я думаю, что это не так уж страшно. Главное, по-моему, использовать SPF выше 30. Думаю, что 40 вполне достаточно. Короче, пока что первый день использования мне нравится. Но, наверное, о таком дальнейшем эффекте нужно будет судить уже, не знаю, со временем. И продолжая обзор косметики, перейдем к заказам из золотого яблока. Я уже показывала в видео с моими уходовыми средствами вот эти вот продукты. Но решила здесь тоже упомянуть. Это просто одни из моих последних покупок в золотом яблоке. Вот такие вот крем и сыворотка от бренда The Pure Lotus, корейская марка. Очень классные. Мне пока что очень сильно нравятся. Мне нужно глубокое увлажнение. И вот это, по-моему, дает прям нужный эффект. Я, нанеся этот там либо крем, либо только сыворотку на ночь, я просыпаюсь. И моя кожа такая напитанная. Хотя обычно я просыпаюсь с такой, знаете, ссянутой, скукоженной кожей. А сейчас я этого совершенно не чувствую. Короче, вот такие вот у меня баночки теперь, наверное, в топе. А они еще и керамические, поэтому можно делать вот так. Блин, я обрезала свои ногти, и поэтому звук какой-то стал глухой. Короче, мне очень нравятся эти средства. Далее я заказала нашумевший крем для рук от бренда The Act. Ламеллярный, кажется, он называется. Выглядит уже немного, да, так, покоценно. Но все равно такая эстетичная у него упаковка. Поэтому даже несмотря на то, что он такой помятый, валяется у меня все время в сумке. Выглядит классно. Не скажу, что прям сильно увлажняет руки, если честно. Такое ощущение, что мне его все время хочется наносить. Не потому, что просто он мне нравится, а потому, что руки какие-то сухие. Либо у меня в руках проблемы, не знаю. Пока буду пользоваться. Я еще даже половину не израсходовала. И тоже о таком полноценном результате смогу сказать чуть-чуть попозже. Также не могу описать свою любовь к бренду KIKO Milano. У меня есть стик тональный, по-моему. Были всякие блески для губ, помадки. Вот это вот все. А теперь я решила попробовать карандаш для бровей. Цвет я обычно беру такой, знаете, фисташковый. Потому что у меня все-таки довольно светленькая. Мне очень нравится. Единственное, что щеточка не очень сильно прочесывает мои брови. И из-за этого периодически я перехожу к своему старому карандашу для бровей от NYX. В целом мне нравится, но вот к щеточке есть вопрос. И, наверное, закончим с косметикой. Перейдем ко всяким вещичкам. Начну, наверное, с очков, с которыми вышла не совсем приятная ситуация. Они в таком странном чехле. Что-то я хочу от него избавиться. В общем, вот такие вот имиджевые очки. Прозрачные. Так, я их не протирала, поэтому, возможно, вы увидите, что все эти очки довольно грязные. Обычные прозрачные очки, которые в целом нормально на мне смотрятся. В некоторых луках особенно. Единственное, я как-то, знаете, быстро их померила. Убежала, положила дома. Долго их не доставала. А потом такая решила, значит, одеть. И смотрю, тут что-то написано. И переворачиваю, тут написано Chrome Hearts. Chrome Hearts, это бренд, знаете, небюджетный. И это, получается, просто поделка под очки Chrome Hearts. Я вообще такое не люблю. Сить поделки. Очень грустно, что... Еще написано Made in Italy. Вряд ли они Made in Italy. Но я их уже купила. Они мне очень нравятся, поэтому каюсь. Я ношу вот такие вот очки, которые якобы от Chrome Hearts, но, на самом деле, не от этого бренда. Но что поделаешь, они мне очень не подошли. И стоили, по-моему, порядка тысячи рублей. Раз уж я их уже купила, то я продолжу их носить. Не без суть. Ну, а теперь перейдем с вами к завершающей группе товаров. А именно одежде. Тоже покажу вам буквально 4-5 позиций. Если вы хотите, чтобы я сняла полноценный обзор моих покупок одежды. Последних здесь вот в России. То мейкните, пожалуйста, в комментариях. Буду очень рада видеть ваш отклик. С удовольствием вам покажу свои покупки одежды. Сколько я уже закидываю удочку о том, что я интересуюсь модой. И стилизовала раньше съемки и делаю профессиональный стайлинг. Одежда меня до сих пор интересует. Слежу за модой, трендами. И вот это вот все. Если вы хотите, пожалуйста, напишите. Я сниму для вас отдельное видео про одежду. Итак, что я купила из последнего. Это шорты. Так, вы сейчас у нас лето на дворе. От бренда Closer. Обычные белые шорты. Я взяла их на размер, по-моему, побольше. Вообще люблю низ прям очень большой брать. Была бы L-ка. Я взяла бы еще L-ку. Это, по-моему, M-ка. Они такие, знаете, прям как бой шорты. Здесь вот специальные пуговки, что создает такой немножко какой-то эффект интимности. Хотя сейчас уже, наверное, этим уже никого не удивишь. Потому что все шорты сейчас делают такие, как будто бы ты их стыбзил у своего парня. Я хочу их взять еще в голубом цвете. В черном они есть. Вообще в разных. И на них постоянно sold out. Очень сложно за них ухватиться. Но часто бывают скидки. Я купила на зоне. Кажется, за порядка тысяч рублей цена постоянно меняется. По-моему, за 900 с чем-то я их взяла. Но иногда я заходила. Они там полторы тысячи стоили. Я думала... Мы дождемся, пока цены снизятся до тысячи. И вторая вещь от этого же бренда. Это вот такие вот пижамные штаны. Которые можно надевать как дома, так и составлять из них такие довольно повседневные образы на выход. Я их использую именно на выход. Дома такие носить очень жалко. Они просто потрясающие. Взяла их на два размера больше. Взяла L-ку. И я прям в восторге. Тоже есть в разных цветах. Но я хотела именно вот такие вот голубые в полоску. Еще, что мне нравится. Смотрите, можно носить их вот так вот просто. А можно завернуть, как сейчас делают многие инфлюенсеры и стилисты. И тут предусмотрен такой эффект. Вот этих вот завернутых штанов. И поэтому продублирован логотип. Мне кажется, это очень-очень крутой ход. Из-за этого я еще больше люблю эти штаны. Ношу всегда вот в таком виде. И следующая вещь. Это вот такая юбка от бренда Gloria Jeans. Она в длине что-то между миди и макси. Но на мой рост 175. Там непонятно, если честно. Что-то вот между. Если вы пониже, то для вас это будет, наверное, макси юбка. Я взяла ее в какой-то сумасшедшей скидке за, кажется, 700 с лишним рублей. Помню, что она стоила 2,5, 2, 1,5. И потом я просто захожу и вижу ее за 700 рублей. Я тут же прям заказала, не думая. До этого я еще сомневалась. Думаю, зачем мне вообще эта юбка? Но за 700 рублей, конечно, я ее взяла. И каково было мое удивление, что это юбка какого-то нереального качества. Ну, я бы не сказала, что это какой-то прям супер-классный состав. Но она очень-очень плотная. Она держит форму. Она пережила мою поездку в чемодане. И она вообще ни капли не помялась. Я провела с ней уже одну очень классную съемку. Просто за 5 минут собрала лук. Потому что хотела хоть что-то вообще отснять. Было уже вечер, 7 вечера. Я бы просто что-то на себе накинула. В итоге она офигенно разбавила мой образ. Я планирую ее носить, надевая поверх брюк. Да-да, так я уже сделала как раз в той съемке. Ну, и также носить ее как самостоятельный элемент низа. Юбка прям топчик. Короче, очень классная вещь. Мне прям очень нравится. И пусть будет уже последняя вещь, которую я вам покажу. Чтобы все-таки оставить материал для отдельного выпуска. Прямо мою одежду. Это вот такие вот маечки от бренда BeFree. И одна из них в белом цвете, а вторая в темно-сером. Вот так это выглядит. Я покупала их с расчетом на то, чтобы носить вместе их комплектом. Надевая белую и сверху серую. Уже также использовала в образе с предыдущей клетчатой юбкой. Очень нравятся такие майки. Вообще нравится этот прием многослойности. В целом для меня это такой всегда был очень выигрышный стилистический прием. Я в целом обожаю многослойность. Если я знаю, что я не хочу как-то вычурно одеваться. Сегодня хочу, например, выглядеть очень просто. Но в то же время мне очень важно проявлять... Но в то же время мне очень важно проявлять мою индивидуальность. Показывать, что я все-таки, да, люблю моды. Вот это вот все. Я просто использую прием многослойности. Просто на себя навешиваю, там где-то рубашку завешу. Завяжу где-то вот там две майки надену. Еще сверху что-нибудь накину. Я именно в многослойности чувствую себя комфортно. Плюс, если, не знаю, вы там считаете, что у вас недостаточно вкуса, что вам хочется научиться одеваться или как-то разбавить ваши образы, то всегда можно использовать этот прием. Просто на себя побольше чего-то надеть. Ну, грамотно все это надеть, а не просто кучу всего. Понавешать вот такой прием, который сейчас используют вообще очень многие стилисты и инфлюенсеры. Вы также можете использовать. Что ж, вот такой видеообзор моих последних покупок на маркетплейсах получился. Все надеюсь, что некоторые товары были для вас полезны, заинтересовали. Обязательно напишите в комментариях, что из-за этого вы себе хотите или уже приобрели, например. Может, что-то из этого вы уже использовали и вам тоже нравится. Делитесь, пожалуйста, своим мнением. Буду очень рада почитать. А также, если вам понравилось это видео, поставьте ему, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал. Это помогает в продвижении моего блога. Мы увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok До встречи!